МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа на Земле – одно из самых главных занятий наших далеких предков. Без этой непростой трудовой миссии жизнь и современного человека неполноценно, ведь полностью компьютеризировать труд земледельца невозможно. Но учитывать достижения современной науки и техники необходимо, и профессиональное обучение в данном случае играет первостепенную роль. Уже семь десятков лет на пружанщине эту функцию достойно выполняет одно из ведущих профильных учебных заведений первого региона – Пружанский государственный аграрно-технический колледж. Наши учреждения образования являются одним из основных в сельском хозяйстве, потому что мы готовим специалистов, которые в дальнейшем будут работать на селе. История аграрного колледжа в Пружанах началась практически сразу после войны. 18 июля 1953 года Совет Министров БССР издал постановление об организации в Брестской области Пружанского техникума механизации сельского хозяйства с контингентом наборов 120 человек на базе жилых и производственных строений. Академические занятия начались в небольшом, по теперешним меркам, одноэтажном здании бывшего штаба 33-го истребительного авиационного полка по улице Красноармейской. Теоретические знания совмещались с работой в учебном хозяйстве с помощью подшефным колхозам и даже освоением целины. Первый выпуск состоялся в 1957 году. Все наши учащиеся, помимо основной специальности, среднеспециальной, они получают еще и рабочие профессии. Если техники-механики, они у нас получают права водителей категории Б, БЦ, на трактор, те же самые электрики, рабочие профессии электромонтер, управленцы – это кладовщики, агрономы – это поливоды. То есть это еще и в них вторая дополнительная рабочая профессия. Сегодня Пружинский государственный аграрно-технический колледж – многоструктурное, мобильное и современное учреждение образования, дающее хороший старт для жизненного успеха. Колледж прошел большой путь становления и развития. Я выбрала Пружинский колледж, и за эти 4 года я достаточно много познала в сельском хозяйстве, побывала на практиках, успешно усвоила. Колледж мне предоставил участие в конкурсах и олимпиадах. Программы среднего специального образования в дневной и заочной формах Пружинский аграрно-технический колледж реализует по 4 специальностям. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники с присвоением квалификации техник-механик, эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве с присвоением квалификации техник-электрик, производство продукции растительного происхождения с присвоением квалификации техник-технолог и организация сельскохозяйственного производства с присвоением квалификации организатор производства. Мы благодарны нашим учащимся, мы их очень любим и ценим за то, что они приходят. И, конечно, стараемся выпустить качественных специалистов для аграрного производства. Предложить, увлечь, заинтересовать. Педагогические приемы, без которых специалистов в области сельского хозяйства познакомить с диапазоном будущей профессии невозможно. Наше государство уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства и продовольствию. И получает диплом специалиста данного уровня. Это высокая похвала. Колледж располагает общей площадью земельного участка свыше 24 гектаров, которые включают 4 корпуса, учебные для практических и лабораторных занятий, 2 спортивных и тренажерные залы, 4 общежития, столовая на 160 посадочных мест, коллекционное опытное поле в деревне Каштановка, автотрактора «Дром», 56 единиц автотракторной техники, машин и оборудования. Преподаю дисциплины специального цикла. Это сельскохозяйственные машины, настройка, регулировки машины, заданный режим работы. Также нормирование точных технических измерений ввиду. Это, грубо говоря, работа с измерительным инструментом. То есть, как пользоваться, как проводить замеры. На агроэнергетическом отделении мы занимаемся подготовкой будущих техников-электриков, которые либо 2,6 у нас учатся, 2 года 6 месяцев, либо 3,6 и по окончанию обучения получают диплом о среднеспециальном образовании с квалификацией техник-электриков. В каждом отделении Пружанского государственного аграрно-технического колледжа свои особенности, приоритеты и теоретика практическая система. Агрономы, к примеру, увлеченно изучают многообразие сельскохозяйственных культур, чтобы на практике, на поле своими руками все проработать. Техники-электрики и техники-механики – это в будущем незаменимые мастера, от профессионализма которых зависит успех обширных сельскохозяйственных работ в СПК и частных фермерских хозяйствах. Работать надо, и молодых специалистов надо притягивать к этому, и с детства приучать надо. Профессия нужная, и много где требуем. В парк у нас постоянно обновляются трактора, машины новые, которые сейчас используются в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь. На примере их мы изучаем устройство, также вождение. Ребята нашего отделения получают удостоверение тракториста-машиниста категории С, Д, и водители автомобиля категории Б и С. Авто-трактородром – место, где нарабатывают практические навыки будущие трактористы, водители грузовых и легковых автомобилей. Он никогда не пустует. Отсюда, возможно, свои первые самостоятельные километры начнут отсчитывать лидеры жатвы, победители областных, республиканских и международных соревнований. Победы, безусловно, есть и у нынешних воспитанников. Профскилз, так как у нас всего лишь, можно сказать, четыре направления, то в двух компетенциях мы принимали участие – это механики и агрономия. Вот, наш учащийся в механизации занял третье место в республике, а агроном – второе место. И в спорте тоже. Воспитанники Пружанского государственного аграрно-технического колледжа – активные посетители спортивных залов. Видов спорта, которыми можно заниматься здесь предостаточно. Минифутбол, баскетбол, волейбол, армрестлинг, гиревой спорт, настольный теннис. Чем невозможно стать быстрее, выше, сильнее? Шесть лет мы выигрывали среди юнош в Спартакъяду, и четыре года мы становились призерами. То есть шесть первых мест у нас по Спартакъяде на протяжении этих десяти лет. Важные условия успешности процесса обучения будущих Пружанских и не только аграрьев – грамотно продуманный быт. В столовой колледже готовят комплексные обеды. Общежития комфортные, теплые. Ребята сами следят за чистотой комнат. Правда, бывают они там совсем нечасто, поскольку учеба и практика отнимают много времени. Места в общежитии предоставляются практически 100%. У меня на сегодняшний день проживает 132 мальчика. Есть свободные места, при желании мы поселяем. В колледже созданы все условия для профессионального и творческого саморазвития учащихся. У ребят есть выбор, чем заниматься в свободное время. Библиотека с внушительным книжным фондом, литературные и музыкальные кружки занятия по техническому творчеству, каворкинг, территория самоуправления и даже танец под руководством опытного педагога дополнительного образования Валентины Искалиевой. Налажена и музейная работа. Две уникальные экспозиции существуют в Пружанском колледже не один десяток лет. Их создание обусловил дух времени и стремление сохранить историческую память в неискаженном виде. Музей хлеба и выставка «Ремесла и промыслы Пружанщины. Дань уважения хлебу» мерил у всех ценностей и отражение крестьянского быта края конца 19-го середины 20-го веков. Акцент бы сделан на то, чтобы собрать уникальные вещи, которые связаны с историей родного края. Потому что знать историю – это прежде всего знать историю своей семьи, знать историю той малой родины, где ты родился. Музей боевой славы, созданный в 1974 году по инициативе Михаила Шульмана, вдохновителя и организатора патриотического воспитания в колледже и Пружанском районе в целом, знакомит с историей Великой Отечественной войны через артефакты. Многие из них подкреплены известными на весь мир героическими именами. Это личные вещи маршала Жукова, гимнастерка сержанта Кантарий, который возносил знамя над Рейхстагом. Это шинель маршала Рокоссовского. Это шлемофон маршала авиации Кожедуба. В принципе, это самые выдающиеся экспонаты. И, конечно, гордость нашего музея – это копия знамени Победы. В преддверии предстоящего юбилея Пружанский государственный аграрно-технический колледж продолжает нарабатывать опыт и профессионализм. Это большая и дружная семья, более 900 учащихся и 195 сотрудников – педагоги, мастера, воспитатели, психологи. Хочется пожелать и колледжу, чтобы мы дальше процветали, чтобы у нас были наши выпускники, которыми мы гордились, которыми мы гордимся, а нам есть с кем гордиться. Мирного неба над головой на всех плату. Мирного неба над головой на всех плату.